Я рад приветствовать сегодня Александру Белявску, сотрудницу-аспирантку Университета Либерпуля и Санкт-Петербургского государственного университета. Саша, тебе слово. Так, сейчас я включу еще раз шер своего экрана. Так, скажите мне еще раз, что все видно? Да, все видно, все слышно. Отлично. Ну, скажем так, представление почти правильное, потому что я сейчас нахожусь в неком лимбо из Санкт-Петербургского государственного университета. Я уволилась в университете Либерпуль, я перестала быть аспиранткой, потому что я наконец-то засобметила свой тезис, а теперь я, соответственно, бывший аспирант, но еще не кандидат. В общем, короче, безработная. Но, тем не менее, то, о чем я буду рассказывать, оно делалось на базе этих двух университетов, поэтому, собственно, я их здесь упомянула. Сегодняшний доклад будет такой, я думаю, расслабленный, потому что здесь меня, значит, окружают, в смысле, вот на этом докладе с ровно-алгоритмической биоинформатики, вот, а я по происхождению очень мокрый биолог, который первый, наверное, лет семь своей научной жизни вообще не подходил к компьютеру, кроме как открыть Word или Excel. Вот, и поэтому в этом докладе я буду рассказывать, как новые технологии облегчают жизнь таким, как я, и как алгоритмические биоинформатики пишут софт, который облегчает жизнь таким, как я, вот, и рассказывать какие-то интересные, на мой взгляд, кейсы из биологии, как мы это все применяем. Начнем со снов. Что такое симбиоз? Я думаю, что все, в общем, знают, что такое симбиоз, но, в общем, наверное, не грех напомнить. Такое очень школьное определение и базовое определение симбиоза — это любые два организма, которые тесно вместе сосуществуют. Часто термин симбиоз употребляется как взаимовыгодное сожительство, но, на мой взгляд, это неправильно, потому что, во-первых, автор самого термина определил его как любое сожительство, а в науке есть понятие приоритета, да, то есть кто изобрел термин, тот как бы его и определяет. Хотите как-то переопределить, изобретайте свой термин. Вот, а во-вторых, как мы дальше увидим, ну, вообще понятие как бы пользы, вреда в природе, оно очень расплывчатое, и это как бы полный спектр разных, то есть от мутуализма до паразитизма — это весь спектр разных плавных переходов, а самое главное, что в многих случаях мы просто не можем определить, кому плохо, кому хорошо, потому что, например, если вы работаете с, не знаю, инфузорией, в которой живут бартерии, то довольно сложно решать за инфузорию, хорошо это или плохо, то есть, как бы, комменциализм — это или паразитизм. Ну, вот условное школьное такое деление симбиозов бывает на мутуализм, когда оба участника симбиоза получают какую-то выгоду, типа как и насекомые, которые опыляют растения, и взамен получают еду с этих растений. Бывает комменциализм, когда один участник получает выгоду, а второму как бы все равно, в данном случае здесь приведен пример китов, на которых живут сидячие рычки. И, соответственно, киту, в принципе, все равно сидеть на нем этот рычок или нет. Рычок маленький, он вроде как ему не вредит, а рычок получает постоянный приток еды, потому что кит плавает, соответственно, вокруг него все время течение, обновляется вода, и рычок вибрует какие-то мелкие частицы. Ну и паразитизм здесь представлен примером клеща и животного, на котором он паразитирует. Ну, в общем, любые патогенные бактерии, патогенные вирусы – все это примеры паразитизма. Ближе к тому, что изучает современная наука по части симбиозов, это, например, человеческий микробиом, кишечник, кожа, рта, еще чего-нибудь. Ну и два главных симбиоза, которые сделали практически все, что мы знаем. Это симбиоз с митохондриями, которые раньше были бактериями, благодаря которым эволюционировали все укрептические организмы, и симбиоз с другими бактериями, на основе которых получились хлоропласты и, соответственно, все растения. Вот, это к тому, что симбиоз – это очень важно. Когда мы, с точки зрения того, как нужно дизайнить эксперименты, нам довольно важно понимать разницу между фокалитативными и облигатными симбиозами. Дальше я буду говорить в основном только про бактерии, и, соответственно, это можно еще описать как культивируемые и некультивируемые бактерии. То есть, например, здесь мы видим картофель, который поражен патогенной бактерией Дикея, и эту бактерию теоретически можно высадить на чашку и получить чистую культуру. То есть это культивируемая бактерия. Я в своей жизни занимаюсь в основном некультивируемыми бактериями, которых невозможно вырастить без хозяина. На этой картинке вы видите замечательный пример инфузории, в ядре которой живут бактерии. Ну и вот эти бактерии, если разрушат инфузорию, они вытекают в среду, выглядят вот такими большими палочками. Но суть в том, что бактерии в среде могут существовать пару часов без инфузории. Все. То есть вырастить их ни на какой среде невозможно. Понятно, что некультивируемость бактерий – это, опять же, наша условность, потому что это просто значит, что мы не знаем условия, в которых они живут. Мы не можем их подобрать в лаборатории. То есть сейчас принято называть их не некультивируемыми бактериями, а пока некультивируемыми бактериями. То есть понятно, что теоретически культивировать можно все. Просто для некоторых нужны такие сложные условия, что, в общем, легче с этим не запариваться. Второй пример неокультивируемых бактерий, с которыми я много работала – это вальбахи. Они гораздо более известны, чем вот этот предыдущий пример. Это симбионты очень большого количества насекомых и членостоногих, и нематод, например. Мы дальше о них будем много говорить. Но все та же, что, в общем, вы вальбахио не можете вырастить в чашке, как чистую культуру. Теперь, значит, важный вопрос, зачем вообще нам изучать этих симбионтов насекомых? То, что, ну, зачем изучать микробиом человека? В принципе, всем, наверное, понятно. Симбионты насекомых – это такая более частная область науки, и не всем известно. Соответственно, когда людей спрашивают, какое самое опасное животное на свете, в лучшем случае отвечает человек. Но вот, соответственно, статистика, показанная на этой картинке, говорит, что даже человек всего лишь на втором месте. Даже несмотря на то, что в истории человечества не было ни одного года, когда бы кто-нибудь не воевал, люди суммарно убивают меньше людей, чем комары. Комары, понятное дело, убивают их не напрямую, а с помощью тех заболеваний, которые они переносят. Собственно, вот справа представлен список, скорее всего, неполный того, что я вспомнила, того, что может переносить комар. И там, например, только на долю одной малярии приходится несколько сотен тысяч смертей в год. Она флактуирует, там очень разные оценки. Некоторые года это 200-300 тысяч, а в некоторых, в общем-то, до 600-700 тысяч смертей в год. Куча разных вирусов, которые вызывают неспецифические лихорадки в основном. Часть из них, опять же, уносит достаточно существенное количество жизней, то есть несколько десятков тысяч людей. Японский энцефалит, он, как видно по названию, это более частная какая-то проблема. И там это какие-то тысячи смертей в год, но все равно. Вот, соответственно, и суммарно все эти замечательные заболевания, в общем, могут уносить до миллиона жизней в год. Соответственно, человечество как-то с этим пытается бороться. Причем бороться, естественно, пытается довольно долго уже. И есть разные методы борьбы. А, так, забыла. Соответственно, что я хотела сказать про эти заболевания еще. Что, в принципе, нам в России, например, большая часть этих заболеваний как бы не актуальна. То есть малярию в советское время из страны практически вывели. То есть я не знаю никого из нашего поколения, кто бы болел малярией, например. Хотя и по сей день в южных регионах страны встречаются, например, зика. И, в общем-то, иногда завозят малярию туристы. Но проблема обещает стать гораздо более актуальной для нашей страны, потому что если климат продолжит теплеть, то вот на верхней карте показано распределение двух видов комаров на сегодняшний день. То есть можно увидеть, что только в самые теплые месяцы, как бы где-то вот южные регионы нашей страны, в них могут залетать эти комары. Если увеличение мировой температуры пойдет такими темпами, как оно идет сейчас, то проблема с этими двумя видами комаров станет гораздо более актуальной для гораздо больших площадей нашей Родины. И это только два вида комаров, которые переносят в основном вирусные заболевания. Здесь не представлены те комары, которые переносят малярию. Но, в общем, тенденция такая же. Чем теплее становится климат, тем выше на север заходят популяции комаров, которые переносят эти заболевания. Как с ними, собственно, борются? Самая первая идея убить всех комаров. Собственно, на сегодняшний день это в основном-таки самый распространенный метод борьбы с этими заболеваниями. У него есть множество недостатков. То есть, во-первых, это вредит экосистемам, потому что вы инсектицидами убиваете не только комаров, а еще кучу насекомых, которые просто там жили и никому не вредили. Комары вырабатывают устойчивость к инсектицидам. Соответственно, приходится разрабатывать новые инсектициды, приходится их как-то чередовать. И плюс ко всему, это надо повторять каждый год. То есть, например, каждый год весной обрабатывать какие-нибудь болота, где живут личинки комаров. И, соответственно, это достаточно ненадежная система, потому что, ну, если в экономике что-то пошло не так, или в какой-нибудь стране война, то, в общем, это все может накрыться. И, соответственно, успехи прошлого года вам уже не помогут. Следующий метод, который был использован для того, чтобы уменьшать популяцию комаров, это так называемая sterile insect technique. То есть в лаборатории создаются комары-самцы стерильные. Они выпускаются в популяцию обычных комаров. Они вступают, соответственно, в половые отношения с самками. Но так как они стерильные, они не могут произвести потомство. Соответственно, они таким образом уменьшают количество самых комаров, которые производят потомство, и уменьшают популяцию всех комаров. Недостатков тоже несколько. Во-первых, это дорого. И, опять же, надо часто повторять. Соответственно, сейчас достаточно широко разворачивается более изящный метод борьбы с распространением этих заболеваний с помощью манипуляции микробиомом комаров. То есть ученые изучили, как устроен микробиом комаров. Они нашли там, собственно, этих вальбахий, бактерий, о которых я уже упоминала, которые могут запрещать перенос вируса. Это со всех сторон хорошо. Потому что, во-первых, вы вообще никого не убиваете. Вы не убиваете ни комаров, ни остальных насекомых. Это очень точечное влияние на природу. И плюс это действует много лет. То есть вам достаточно один раз выпустить в популяцию какое-то количество комаров, зараженных вот этой бактерией, которая запрещает передачу вируса. И это действует много лет. Сколько лет, мы пока не знаем, потому что это новая технология, и эксперименты все еще идут. Но, тем не менее, самый известный и успешный проект называется The World Mosquito Program. Вот здесь на картинке представлены вальбахии в клетке насекомого. И статистика по тому, по разным регионам, где уже пробовали выпускать таких комаров, зараженных альбахиями, насколько снизилась заболеваемость Денге. Здесь представлены только Денге, хотя, в общем, это действует и на ЗИКу, и на Чикакунью. Ну, соответственно, вот, видимо, один из самых старых, один из самых первых регионов, который участвовал в экспериментах. Там заболеваемость вирусом Денге снизилась на 98%, и пока что оно действует в течение 123 месяцев. То есть дольше, пока результатов нет. Но 123 месяц – это явно больше, чем один год. То есть по разным регионам есть разные результаты. То есть вот в Рио-де-Жанейре почему-то меньше, чем в половину уменьшилось заболеваемость Денге, но тем не менее половина, 40% – это уже что-то. Ну вот, соответственно, это такой распространенный ответ на то, зачем вообще изучать таких сибиомок. Они таят в себе разные интересные секреты, которые могут нам помочь бороться с заболеваниями. Вот, теперь непосредственно к биоинформатике. Можно перед этим в дальнейшем спросить? Ну вот у них такой замечательный способ, у него там одни достоинства. Наверняка же какие-то недостатки есть? Недостатки. Честно говоря, сейчас проводятся исследования на ограниченных территориях. То есть они все больше и больше, то есть понятно, что начинали с каких-то совсем маленьких территорий. И честно сказать, когда я читала эту статью, я не видела каких-то особых недостатков. То есть недостатки есть, что иногда, например, эти бактерии теряются из популяции. Вот, и тогда приходится как бы это сделать заново. Но, тем не менее, это все равно не так муторно, как, например, выпускать каждый год этих стерильных самцов. Вот. Возможно, то есть когда наберется еще большая статистика, найдутся какие-то недостатки. Но пока что я, ну, пока что это считается вообще таким очень успешным успехом. И эта технология начинает перебрасываться на других патогенов, других векторов и других симбиотических бактерий. Я часто почитаю после, наверное, да? Там, наверное, вопросы. Вот, соответственно, теперь биоинформатики. Когда я начинала заниматься этими симбионтами, мы, естественно, начинали заниматься им с помощью иллюмина и коротких прочтений, и короткими прочтениями. Вот. А потом я довольно быстро переключилась на сиквинирование длинными прочтениями. Вот. И сейчас я расскажу, как же мир изменился. Когда понятно, что если у вас есть доступ к какой-то чистой культуре бактериального симбионта, как вот, например, с этим патогеном картошки, который я показывала раньше, то есть вы выращиваете его в чашке, вы точно знаете, что у вас пробирка исключительно один вид бактерий. И, соответственно, все прочтения, которые вы получаете на выходе, будь то длинные или короткие, вы точно знаете, что они принадлежат одному и тому же организму. Ну, особенно если вы аккуратно работаете, не контоминировали культуру, не контоминировали выделение ДНК. Соответственно, вы получаете плюс-минус нормальный геном. Как я уже упоминала раньше, культивировать бактериальных симбионтов достаточно сложно. Большую часть. И для того, чтобы подобрать условия для культивирования какого-либо симбионта, иногда уходят годы работы целых лабораторий. Вот, например, в 2017 году опубликовали статью, где смогли культивировать вид спароплазмы полусонии. Это бактерия из дрозофилы. И после каких-то там лет подбора условий лабораторной среды ребята смогли вырастить чистую культуру в пробирке. Им это дало, в общем, достаточно хорошие результаты с точки зрения сиквенирования, потому что они уточнили локализацию каких-то генов, которые предыдущие группы, которые сиквенировали из метагенового образца, не могли никак определить, откуда они пришли. Они нашли несколько новых генов бирюлентности, новых нескольких генов адгезии. Но с тем, что находить эти условия, в которых симбионты могут расти в чистой культуре, это дорого. Дорого и занимает много времени. И поэтому чаще всего научные группы не занимаются такими задачами. То есть чаще всего сиквенируются либо из целого организма, либо, как полумера, можно симбионтов растить в культуре клеток хозяина. То есть это лучше, чем целый организм, потому что, когда у вас есть культура клеток, вы знаете, что эта культура клеток пришла из одного хозяина, соответственно, это один геном. И, соответственно, там вырастает один симбионт. Не всегда, о чем мы говорим позже, но чаще всего вырастает один симбионт. И, соответственно, у вас метагеномы с этого образца ограничиваются двумя организмами, что гораздо лучше, чем целый эукариотический организм. То есть, по сути, вы можете сиквенировать незараженную культуру клеток, зараженную культуру клеток и вычесть одно из другого и получить бактериальный геном как бы без контоминаций. Опять же, это в теории достаточно хорошо звучит, но на практике бывают нюансы, особенно когда короткие прочтения. А когда речь идет о сиквенировании целого хозяина, целого организма, то, в общем, здесь все очень-очень плохо с этой точки зрения, потому что вот здесь, для примера, проведена муха ЦЦ, один из моих объектов, и, соответственно, у нее во всех органах кто-то живет. То есть, у нее есть как минимум два облигатных симбионта, то есть бактерии, без которых она существовать не может. Есть симбионка, та же самая в Альбахе, она может встречаться, может, нет. У нее могут быть периодические нематоды, у нее могут быть трибоносомы, которые вызывают сонную болезнь, могут быть, а могут не быть. Ну и плюс бактериофагии, вирусы. То есть, это огромная общность разных организмов, и, соответственно, когда вы пытаетесь сиквенировать, вы получаете что-то вот такое. Причем это не целый организм, это слюнные железы мухи ЦЦ. То есть, здесь мы ждали парочку бактериальных симбионтов, собственно, саму муху и трибоносому. И вот здесь два бактериальных симбионта на этом графике показано. Собственно, этот график, он показывает, я не знаю, все ли знакомы с таким методом презентации данных сиквенирования. Каждый шарик на этом графике соответствует одному контигу, и его позиция на этом графике зависит от ГЦ состава и покрытия, а размер зависит от, собственно, размера контига. И видно, что, соответственно, вот этот бактериальный симбионт, он составлен из контигов в среднем, там, типа, 30-40 тысяч нуклеотитов, и их тут много. Что уж говорить о хозяине и трибоносоме. То есть, когда я примерно тот же самый образец оттиквенировала длинными прочтениями, ситуация резко изменилась. К сожалению, эти картинки не делались для разных проектов, поэтому цвета не совпадают и масштаб не совпадает. Но в целом видно, что, собственно, вот эти вот голубые контиги на правой картинке, они соответствуют вот этому бардаку здесь, это контиги хозяина. Вот это вот облако бактериальных контигов превратилось в два контига здесь. И если по-другому еще представить этих бактерий, то видно, что они собрались либо в один контиг, как в случае с вот этой Вигельс-Вольфией, либо в несколько, как в случае с другим облако бактериальным симбионтом, там, Муффит-СС, Адалис. То есть сразу видно, что если у нас есть длинные прочтения, мы можем не париться ни с выделением бактерий в чистую культуру, ни даже с выделением культуры симбионтов в какие-то культуры клеток хозяина. Мы можем брать целую муху, выделять из нее ДНК, запихивать ее в сепинатор и получать отличный сбор кинературы. Собственно, зачем нам чистота сборки? Это кейс из моей эспиранской работы, который принес мне немало, наверное, умерших нервных клеток и седых волос, потому что у меня был эксперимент по сингл-салтранскриптомика, контрольная линия клеток клеща и клетки клеща, зараженные бактериальным симбионтом Эрлихия. Для обработки этого эксперимента нам нужен, соответственно, геном клеща, который опубликован, и геном Эрлихии, который тоже опубликован. То есть не я их сиклинировала, я просто пошла в Генбанк и скачала их. Геном бактерий выглядело вполне прилично, то есть размер полтора мегабайта соответствует правде. 187 контигов могло бы быть и лучше, но это, в общем, норма. То есть ничто не предвещало никаких проблем. Но когда я, соответственно, выровняла все свои данные на эти референсные геномы, я получила одинаковое покрытие бактериальными прочтениями и в контрольном образце, и в экспериментальном. Соответственно, первая мысль была, что я только что, ну, что я, когда ставила эксперимент, контаминировала контроль бактериями, и те бешеные деньги, которые стоят сингл-салтранскрипементы, просто спустились в унитаз. В общем, оказалось, что это не моя вина, потому что пересеквенирование вот этого бактериального симбионта показало, что почти половина контиков из этих 187 пришла из клеща. И, соответственно, она была референсным геномом, который сейчас опубликован, он отсеквенирован иллюминой. И эти бактерии, они не культивируются без хозяина. Вот, соответственно, 89 контиков принадлежало хозяину. Но секвенирование короткими прочтениями не позволило отделить их от настоящих бактериальных контиков. Ровно такой же образец. Смесь клеток клеща и эрлихи я отсеквенировала на лопорой, получила примерно такого же размера клещевого хромосома, соответственно, собрана в один контик. И что, кстати, размер очень похож, что, кстати, намекает, что не только половина контиков не принадлежала клещу, а вторая половина контиков была где-то потеряна. Ну, в той изборке, которая скачана из генданта. Вот, соответственно, мой сингл-селл эксперимент был спасен. Но это достаточно показательный пример, зачем так париться на тему хорошей качества сборки. Второй кейс, про который я хочу здесь рассказать, как можно получить максимальное количество информации за минимальные деньги. Достаточно, соответственно, здесь описан пайплайн, который я использовала, использую и использовать буду для того, чтобы собирать геномы симбионтов из метагеномных областов. То есть первое, что надо сделать, это разделить с помощью какого-либо софта типа кракена или пласта, определить таксономическую принадлежность всех длинных рядов и выбрать те таксоны, которые вам интересны, и уже собирать их. То есть это получается как биннинг, основанный на референсных базах данных. Соответственно, и потом уже собирать эти выборки рядов отдельно. И если надо, то уже эти отдельные сборки полировать с помощью коротких рядов. Значит, у нас был проект в Малайзии, где в науке не очень много денег, поэтому это было достаточно показательный для их лаборатории проект. Они занимались блохами кошек и собак. И, соответственно, секвенирование показало, что там есть три бактериальных симбионта. Это токсономическое распределение рядов в надопорном секвенировании целой блохи. То есть никакого культивирования, ни в чем. Просто берется пул-блох, выделяется ДНК и секвенируется на напоре. Соответственно, после того, как я разделила эту смесь на такие кучки, которые соответствуют семействам бактерий, которые найдены и московым, из-за вот такого скромного количества рядов собрались отличные геномы. Красным выделены те строчки, где геномы собрались идеально. То есть вот из первого образца собрался патоген Бартанелла в одну культовую хромосому. Для сборки Кетси и Вальбахи конкретно в этом образце не хватило покрытия, но тоже это не сотни кончиков, как обычно получается, от иллюмины. А во втором и в третьем образце Кетси и Вальбахи собрались практически идеально. Соответственно, как минимум, напорное секвенирование стоит гораздо дешевле, чем иллюмина, гораздо дешевле, чем как байо, естественно, дешевле, чем сенгер. И оно позволило нам получить вполне себе кольцевые, качественные сборки симбионтов. А почему там покрытие разное у хромосом 1, у Трикети, там 4,5,5,9? Потому что это покрытие хромосомы и плазмиды. Соответственно, мы получили сборки симбионтов. Что еще можно получить? Можно попробовать собрать хозяина. Если мы вернемся вот сюда, соответственно, у нас в первом образце 80 тысяч прочтений хозяина, здесь 187 и 327. Для эукаротического организма с геномом в районе 300 мегабаз это не очень много. но, тем не менее, у нас получился такой плохонький, плохонький, но целый геном хозяина. То есть, в общем, геном хозяина, конечно, в таком виде это сравнение на вот этом dotplotit представлено, соответственно, сравнение нашей сборки и референсный сборк. Скорее всего, такую сборку использовать не надо, особенно если есть референсная. Но, тем не менее, если полный геном мы из такого количества данных получить не можем, то вот метахондриальный, например, мы точно совершенно можем. Метахондриальный геном обычно имеет покрытие больше, чем ядерный. И, соответственно, вот этого минимального количества данных, полученных сонопора, хватило, чтобы собрать метахондриальный геном в абсолютно одну хромосому, проанносировать ее, найти все гены, которые надо. И, соответственно, эта информация может дальше использоваться в каких-то популяционных выводах, потому что в метахондриальном геноме есть маркерные гены, которые очень используются для определения вида хозяина, например. Третий случай из моей практики, который не был бы возможен, если бы не было сикенирован длинными рыдами, это разделение близких материальных видов. Из похожих блохин в Малайзии они попытались выделить в альбахе культуру. Вот тот случай, когда мы пытаемся вырастить симбионта в культуре клеток. То есть берется блоха, измельчается в кашу, высаживается на культуру, в данном случае клеток, по-моему, комара. И дальше мы ждем, когда в альбахе умрут. Наоборот, вырастут клетки. Клетки блохи умрут, а клетки в альбахе вырастут на культуре клеток лабораторных. Их ждал успех. Они вырастили в альбахе вот в этой лабораторной культуре клеток. И они искренне считали, что там одна в альбахе. Что, в общем, логично, потому что близкородственные симбионты редко существуют, все существуют вместе в рамках одного организма. Ну, а как бы лабораторными методами, ну, там, всякие окраски, да, когда микроскопия, ну, все в альбахи выглядят примерно одинаково, да. Это бактерия размером полмекрона на два микрона. То есть, два разных китра в альбахе вы не различите с помощью микроскопии. Они все вредят одинаково. Но, тем не менее, когда мы отреклинировали вот эту вот культуру клеток с альбахами, выяснилось, что там целосты два генома. Они разные по размеру. Они разные по своим биохимическим свойствам. И если бы мы сиквенировали это иллюминой, мы бы этого, скорее всего, никогда не узнали. Вот для примера здесь представлено, что очень важный для альбахи метаболизм витаминов КРОК-В. В первой альбахе более полные метаболические фичи, а во второй альбахе они практически все потеряны. Что значит, что они, в общем, дополняют друг друга. И одна альбахе все еще выполняет пункцию симбионта, который поставляет какие-то необходимые нутриенты хозяину. А вторая альбахе уже, так сказать, приступила к эволюционной деградации и теряет кучу полезных метаболических путей. И, соответственно, в каком-то ближайшем эволюционном будущем, скорее всего, будет из этой блохи эллиминирована. И последний пейс, на мой взгляд, самый интересный. Это как отличать настоящих симбионтов, то есть настоящих бактерий, которые живут в каких-то эукариотических организмах, от инсерции их геномов геном хозяина. То есть известно, на примере литокондрии и в случае разных других симбионтов, что гены из бактериальных симбионтов достаточно часто могут перемещаться в ядерный геном хозяина. Причем это может в случае альбахи, например, это часто происходит целыми геномами. То есть вот здесь для примера представлена картинка клеток насекомого, клеток дрозофила, которая заселена настоящими бактериями в альбахи. И справа хромосомы дрозофила, в которых зеленым показано, где находится инсерция в альбахи. Здесь маркеры на два гена из в альбахи. Один из этих генов очень часто используется как бактериальный маркер 16S и видно, что куски хромосом, в данном случае на этой картинке это хромосома, это собственные куски генома в альбахи. И поэтому, если вы просто будете ставить ПЦР на 16S или на какой-то другой маркер, то вы будете получать примерно одинаковые результаты на форезе, и поэтому скрининг будет давать очень много ложноположительных результатов, и это может, на самом деле, существенно влиять на всякие... В альбахи они не вызывают никаких заболеваний у людей, а рикетции, например, те же самые, они вызывают всякие лихорадки, типа ТИФ какой-нибудь, и, соответственно, для того, чтобы контролировать заболевание, используются вот такие примитивные скрининги, то есть просто собирается популяция комаров, и ставится ПЦР, амплификация с каким-то маркерным геном, зачастую 16S, и, соответственно, вы будете получать положительные результаты в случае, если у вас есть реальная рикетция в этих комарах, и если у вас есть комар с геномной вставкой, а самой бактерии нету, и понятно, что с точки зрения заболевания это разные вещи, потому что если у вас есть живая рикетция, то она может кого-то заразить, а геномная вставка уже заразить никого не может. Вот, то есть вот метод окраски хромосом, например, чтобы выяснить, откуда пришел, откуда пришел этот сигнал положительный, он очень дорогой, то есть вы не можете скринить популяции с помощью того, чтобы брать комаров или мух и красить их флюоресцентными красителями и смотреть, где, собственно, этот бактериальный сигнал локализуется в цитоплазме в виде настоящих бактерий или в хромосомах в виде вставок. Поэтому нужны какие-то биоинформатические относительно дешевые протоколы, которые помогут понять, что конкретно перед нами, сердце или настоящая бактерия. Я не скажу, что есть какой-то метод, который позволяет со стопроцентной уверенностью сказать, на данный момент, который позволяет со стопроцентной уверенностью сказать, что перед нами, но есть некоторые подсказки, которые могут намекать на то, симбионт это или вставка. Вот если мы вернемся к мухи СССР, у которой есть три бактериальных симбионта, по идее, может быть. Вот эти два обязательных, Судалеса и Вальбахия, она может быть, может не быть, а может быть вставкой. И в данном случае мы можем примерно говорить, что в данном случае Вальбахия является вставкой, причем достаточно деградировавшей в в ходе эволюции в рамках хозяйского генома, потому что настоящие симбионты, о которых мы точно знаем, что они настоящие, они собираются из этого метагеномного образца практически идеально или идеально. А Вальбахия же собирается в кучу разных контигов и никаким методом не собирается в какие-то плюс-минус протяженные контиги. Если выровнять камеры, принадлежащие Вальбахии на контиги сборки метагеномной, то это выглядит примерно так. То есть у вас есть контиг, в котором есть куски, которые явно принадлежат Вальбахии. то есть здесь это примерно 100 кгбас и здесь 100 кгбас. Это два разных контига. Чтобы понять вставка это или просто у нас неправильно собрался геном, собрался этот контиг, потому что понятно, что никто не исключает вариант, что это просто мисс ассемблей, можно еще посмотреть на покрытие, потому что зачастую, если вы сравниваете покрытие хозяина и покрытие его бактериального симбионта, они будут разные, потому что чаще всего бактерий по количеству просто больше, клеток хозяина. И поэтому, если бы это была мисс ассемблей, то, скорее всего, если бы это была настоящая варбархия, которая просто из-за какой-то ошибки алгоритмов строилась в контиг принадлежащей хозяину, то мы бы здесь увидели, скорее всего, прыжок покрытия. И здесь тоже. Мы такого не видим, из чего мы можем заключить, что, скорее всего, этот контекст собран правильно, просто большая часть его принадлежит насекомому, а какие-то вот такие маленькие кусочки пришли из вальбахи. Как, соответственно, видно на этой картинке, вальбахи, инсерция вальбахи в геном мухи ЦСР достаточно деградировавшая, то есть эволюционный путь этих вставок обычно молодая вставка это либо полный геном, либо какая-то существенная его часть, типа половина, треть, и он постепенно деградирует, как-то дробится, там естественно гены идут по пути эволюции к псевдогенам, потому что накапливается мутация, вот, и судя по всему вставка вальбахи в муху ЦСР достаточно эволюционно старенькая, потому что уже мы не видим каких-то длинных кусков генома вальбахи. зато был случай с клещом, у которого нужно было собственно выяснить, является ли ракетция настоящей бактерией или вставкой, то есть, грубо говоря, вот в случае с вальбахи это был эксперимент с положительным контролем, мы знали, что это инсеркция, то есть, несколько лет назад в другой лаборатории исследовали вальбахи в мухе ЦСР и вот разными дорогими методами типа прересцентной окраски они выяснили, что это именно вставка, то есть, здесь я показываю эти картинки, в общем-то, я точно знаю, что это вставка, и я ищу какие-то признаки информатические, которые могут указывать на то, что это вставка, в частности, раздробленность этого генома. В случае с клещом и бактерией рикетс и Африки ответ был неизвестен. То есть, были какие-то лабораторные указания на то, что это может быть инсеркция, но мне как бы предстояло это выяснить. Какие лабораторные признаки могут показывать то, что это инсеркция, а не настоящий симбион? Ну, например, на микроскопии культура клеток выглядит как просто культура клеток клеща. Если вы ставите ПЦР с праймерами, которые специфичны на рикетсию, он вам выдает положительный результат. То есть, как бы, по сути, вы должны теперь искать эту бактерию в культурах клеток, но их никогда там не видно. Но, к сожалению, отрицательный результат в биологии, это зачастую вам еще нужно доказать, что там никого нету, потому что, ну, чисто теоретически, это может быть симбионт, который встречается просто очень редко. И там, не знаю, одна бактерия на тысячу клеток клеща, с точки зрения микроскопии, это будет выглядеть как отсутствие этих бактерий, потому что это достаточно сложно будет найти. А с точки зрения полимерозноцепной реакции все равно с этой вот одной редкой бактерией все равно будет подниматься маркерный ген. Вот, вот такие доводы, что мы там не видим бактерии в этой культуре, они не могут считаться окончательными. Соответственно, я пыталась понять, является ли это настоящим симбиономом или вставкой. И выяснилось, что опять же, это не может считаться окончательным выводом этой работы. Но, тем не менее, относительно живого симбиона рикетия африки, геном которого обубликован в генбанке, в нашей сборке отсутствуют достаточно важные куски. То есть, вот эти сборки в одну хромосому, собственно, она просто разбита, это одна круговая хромосома рикетия, она разбита для удобства вот по этому куску, который отсутствует в нашей сборке. И если проаннотировать сборку, то видно, что серия генов, соответственно, восемь генов здесь, еще парочка здесь, они отсутствуют в нашей сборке, и в общем-то они необходимы для жизни рикетия, нету ни одной сборки рикетия, то есть, все бактерии из рода рикетии имеют эти гены, что может являться последним признаком того, что бактерия без этих генов не должна быть жизнеспособной, и значит, она слабит. Как я сказала выше, это не может считаться окончательным результатом, это только какой-то довод, который перевешивает нас в сторону того, что это инсерция, а не настоящий симбионт, и все равно надо для того, чтобы такое, например, публиковать, все равно надо будет сделать картинки с окраской, чтобы показать точную локализацию этих рикетиальных последовательностей, либо в цитопазме, соответственно, это бактерии, мы не правы, либо в хроносомах хозяина, соответственно, это вставка, и мы правы. И если мы правы, это имеет достаточно важное значение для скрининга, потому что рикетия Африки это вполне себе симбионт, который вызывает, опять же, лихорадки, и если мы знаем, что вставки, во вставках, если сравнивать с живыми бактериями, отсутствуют эти гены, то мы можем выбрать такой маркер, который будет отличать вставку от живого симбионта, и таким образом сделать скрининг на конкретного патогена более правдивым. А вот и котики. Они готовы ответить на все ваши вопросы. Спасибо, Саша. я видел, мне кажется, котиков у тебя на заднем плане тоже кто-то там пробегал. Ну, по крайней мере, вы могли их слышать. Так, ну что, время вопросов. Комментарии от Анастасии Корослева, видимо, к тому вопросу, могут быть ли недостатки вот у этого метода контроля вируса с помощью Вальбахи. Могут. Анастасия совершенно правильно отметила, что, в принципе, какие-нибудь другие вирусы в экосистеме могут тоже страдать от этого, но в любом случае это не настолько сильный эффект, как если мы покрываем по площадям инсектицидами и убиваем всех насекомых, в частности, там, сейчас есть большая проблема с пчелами, например, то, что популяции пчел погибают, и это приводит к тому, что растения плохо опаляются, ну, и, в общем, грозит очередным каким-то там продовольственным кризисом. То есть, я думаю, что все-таки если мы вымываем с помощью этого метода какие-то вирусы из популяции, то, ну, в любом случае, это не настолько сильный эффект. Как бактерия влияет на человека? Соответственно, в альбахии на человека пока показано, что они не влияют. Это симбионты насекомых, клещей, нематод. Вот, собственно, следующий комментарий про то, что, да, эти филириозы могут вызывать у человека заболевания. Эти нематоды. Расскажите подробнее о методах, которые вы использовали для анализа ваших сборок. Я не очень поняла вопрос, вы можете уточнить? То есть, какие именно... То есть... Можно спросить голосом, что прокомментируете, будет понятнее, в чем вопрос. То есть, какие тут я показывала... Ну, собственно, эти... Вот анализ сборки с точки зрения метаболических путей это, в общем, просто аннотация бактериальных геномов классической пробкой, и потом вручную копаешься и смотришь, какие гены есть, какие нету, какие из них являются полноразмерными, у каких стоп-кодоны в середине, соответственно, они, скорее всего, не работают. Это просто... Эти картинки это сравнение с референсными геномами. Это выравнивание разных рядов и камеров на уже готовой сборке. в общем, достаточно... Происпользованные инструменты для анализа длинных рядов больше интересованы. Спасибо. Ну, длинные ряды собирались... Соответственно, в основном мои пейплайны это прогнать их через кракен, который определяет, из какого таксона по идее должен прийти длинный ряд. Собирала я в основном флайем. Спасибо Михаилу Холмогорову. То есть есть другие, в принципе, сборщики длинных рядов, но на бактериях они работают просто идеально. В смысле, флай работает просто идеально. Соответственно, я обычно останавливаюсь на нем. Вот, не знаю, такой анализ, как вы видите сейчас на экране, это когда я беру исходные ряды, например, и выравниваю их уже на готовую сборку. Вот, я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Спасибо. Как именно бактерия препятствует распространению вируса? Я честно скажу, я не знаю этот вопрос. Там да, нет, ладно, я не буду даже пытаться, я не знаю. Еще вопросы? Как раз мне кажется, у нас идеальный тайминг, время там один вопрос, можно два. Можно рассказать? Вначале был график ГЦ-контент и покрытие, где риды так прикольно вроде бы как раскидывались на разные организмы. А можно про него еще раз сказать? Я вот как-то не догнал сразу. Это так называемый блок тулс, то есть проект график, да? Да, да, да. Соответственно, на таком представлении сборки вы можете оценить таксономическую принадлежность контика, которая обозначается цветом, размер контика, который обозначается размером шарика, и положение на вот этом квадратике определяется по оси X ГЦ-составам и по оси Y покрытием. Вот, то есть... Просто покрытие, это покрытие чего? После того, как вы собрали и у вас есть какая-то кончетная сборка, которую вы хотите так специализировать, вы обратно выравниваете сырые прочтения на вашу сборку и получаете какое-то покрытие. Ну и, соответственно, видно, что вот это облако бактерии, например, здесь оно имеет покрытие типа в районе там, не знаю, 30, да, а это уже в районе тысячи. Ну и, скорее всего, это два разных симбионта, потому что у них не может быть разного покрытия внутри одного симбионта, чаще всего. Если у вас нет плазмита, здесь плазмит не подразумевается. То есть это на самом деле наглядная просто визуализация того, что у вас получилось. Просто удобно смотреть на сборку, наверное, как-то так. Спасибо. Ну, опять же, идеальный тайминг, если больше нет каких-то сильных вопросов, хотя Сашу, наверное, можно найти, где-нибудь найти. Я думаю, что запись мы тоже, видимо, выложим. Выложим запись. Я не против. Я не против, да. Соответственно, если... Мне можно написать... Я пойду читать, как в Альбахе запрещает переносить вирус, потому что это уже не первый раз меня спрашивают, да, я все так и буду разобрать механизм. Вот, так что мне нужно написать, и я спустя пару дней расскажу, как он таки запрещает. Потому что уже пора, спасибо. тогда спасибо, Саша. Спасибо вам. Надеюсь, я вас развлекла. Продолжение следует...